Это новый газораспределительный шкаф. Отсюда, с окраины деревни Чуркино, голубое топливо подается по новому газопроводу, который проложен с обеих сторон автодороги, что очень удобно для жителей. Первый этап газификации в этом районе завершен. Деньги, силы и средства на него были потрачены исключительно газовых компаний. Тут вкладывался и Котлас Газсервис, и Газпром Трансгаз Ухта. Мы оказывали какую-то техническую помощь и поддержку и двигали этот проект. А финансовая сторона в основном первого этапа легла на предприятие Котлас Газсервиса. Первым счастливым адресом пуска в эксплуатацию нового газопровода стал дом на Чуркинской, 13. Собственник ждал появления голубого топлива здесь 12 лет. Наша приводинская бригада, она сработала очень оперативно. Ну, участка сервиса приводинской. Очень оперативно. Они в течение буквально недели, наверное, все подвели и все сделали. В доме у Евгения уже есть автономная система отопления, водопровод с горячей водой и газовая плита. Все работает исправно. За нагрев отвечает новенький котел немецкой компании Вайланд. Это котел с закрытой камерой сгорания. То есть его преимущество, что у него и для него не нужно строить отдельный дымоход. У него дымоудаление происходит через специальную трубу. В принципе, данные котлы, они очень продвинутые уже и имеют очень много дополнительных функций. В частности, можно установить комнатный регулятор, который будет поддерживать заданную потребителям температуру в помещении. Таким оборудованием может обзавестись любой житель. Причем по принципу одного окна. Проект подключения дома к газопроводу, все работы по прокладке труб, покупка качественного котла, его установка и настройка осуществляется котлос-газсервисом. Котлос-газсервис на сегодня является одним из лучших сервисных центров по северо-западному федеральному округу. То есть мы им доверяем и полностью население доверяет им. И это только начало. Благодаря инвестициям со стороны газовых компаний в развитии сетей поселка Приводино, районная администрация пролоббировала включение в областную и федеральную программы газификации сельской местности проекта компаний «Трансгазухта» и «Котлос-газсервис». Имея на руках такие козыри, как пуск в эксплуатацию нового участка без привлечения средств местного бюджета, готовую проектно-сметную документацию, районные власти легко смогли получить на продолжение газификации этого района, а конкретнее деревни Минина, Поляна и улицы Водников, еще более 6 миллионов рублей. К тому же после реализации второго этапа газификации у Приводино появятся дополнительные мощности для развития поселка. Здесь, если планируется перспективное строительство многоквартирных домов, если это будет продолжаться, мы готовы просто к тому газопроводу высокого давления развивать уже, как мы используем в Котлосе и Коряжме, использовать сети среднего давления и двигаться уже для газификации других деревень. Второй этап проекта газификации деревень муниципального образования Приводинское завершится к концу этого года. Параллельно этим работам Котлос-газсервис продолжит подключение всех желающих собственников домов в уже газифицированной деревне Чуркино.